Алтайская промышленность заканчивает год с приятным индексом промышленного производства – 107%. Это больше на несколько пунктов, чем годом ранее. Процессы, запущенные в 2022-м, продолжились и масштабировались в 2023-м. Специальная военная операция не могла не отразиться на сферах промышленности. Выпуск текстиля, машин или техники – производительность повышали. Особенный рост ощутили в машиностроении и оборонном комплексе. Здесь повлияло процентом на 2-3% – это рост объемов производства в оборонном комплексе. Если раньше у нас 8 оборонных предприятий, а на сегодня у нас в выполнении оборонного заказа участвует больше 40 предприятий. Итоги года в промсекторе обсудили на отчетном собрании Союза промышленников края. Здесь собрались представители власти и предпринимательства. По словам Виктора Мещерякова, сейчас в сфере занято 121 тысячи человек. Только за этот год добавилось 1900. Но это явно недостаточно. По данным регионального Минпрома, отрасли не хватает еще 7 тысяч человек. Если смотреть, что мы за последний год, за 10 месяцев, 1900 человек трудоустроили, то, исходя из того, что нам надо 7-10 тысяч человек для того, чтобы загруженность нашу повысить, мы можем 4-5 лет не создавать рабочие места, а просто принимать на работу, трудоустраивать людей. Постепенно численность растет за счет роста зарплаты. Министр ведомства Вячеслав Химочка сказал, что средний заработок в крае составляет 71% от среднероссийского показателя. Однако работодателям, производственникам нужно подумать и еще об одной строке бюджета. Процент износа промышленного оборудования за год в край опустился на один пункт. В то же время компании стараются применять современные технологии. Так, в одной из энергокомпаний объединили все виды мобильных решений и цифровизации для выполнения своих задач. 9 тысяч километров площадь сложности мы все оборудовались на первую подложку на диалокацию. Это все в этой компании, везде есть аренда земли, местоприкосновения, диалокации, диалекции и все остальное. Интенсация объекта, фотографии, профили. Участие в национальных и региональных проектах также помогает компаниям повышать производительность. По данным Союза, с 2020 года в крае в три раза выросло число заявок на господдержку. Активную помощь оказывают Фонд развития Алтайского края и Фонд развития промышленности. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.